Небольшое предисловие. Так как время идет, погода нам не дается полностью заснять, к тому же мы сразу же взяли еще и второй динамик, чтобы вам полностью показать, как эта система будет работать. То есть два динамика, мы их и в короб, и в полку. В общем, много информации пытались дать, но попросту не поспеваем. Поэтому в данном видеоролике обзор, внешний вид, параметры ТС и рекомендуемый ящик под них. А уже во второй части мы уже полностью их замерим, посмотрим их выносливость, посмотрим, какой результат он даст и в ящике, и в полке. В общем, дадим по максимуму информации. Приятного просмотра! Приветствую, с вами 108-й. Мы продолжаем рассматривать новиночки от компании Delia Audio. И сегодня у нас очень интересная новинка. Такое я, например, вживую еще ни разу не видел. Мощный такой вот овалю. И это у нас сабвуфер. Достаточно такой интересный. Я уже его немножко послушал, но... Ох, пахнет. Новым самым. Мы обязательно снимем на него параметры, посмотрим, в какое оформление он лучше всего годится. Запихнем его в ящик, посмотрим, сколько с ним можно будет надавить, как он звучит. И потом попробуем его поставить в полку. В качестве этого у нас выйдет автомобиль Mark 110. Посмотрим, потому что компания Delia Audio заверяет то, что данный саб можно устанавливать во фриер. Стоимость данного саба 4990 рублей. В принципе, ну, на мой взгляд, это дороговато. Но для штатных решений, допустим, этот человек оставил восьмерка в марке, и он хочет просто убрать ящик, чтобы был пустой багажник. И, в принципе, ну, мы посмотрели, у него торчат чуть-чуть пружины. То есть где-то вот так вот. То есть саб он занимает не так, что много места. Если действительно он будет хорошо играть во фриер, если их еще поставить оба, то, я думаю, в принципе, можно достичь неплохого результата на повседнев. Ну, как по седневу, у человека стоят две пары 25-х Raven. Так что, если зазвучить все это вместе, будет довольно-таки интересно. Ну, по заявкам Delia Audio, мощный сабвуфер в типоразмере 6х9 способен удивлять в различных типах звукового оформления. Ну, в принципе, у них это и заявка. То есть, они говорят, можно в стелл ставить в зия, можно ставить в полку, ну, и можно попробовать офф и оформление. Также Delia нам заверяет, что здесь большая губа, позволяющая достигать высоких значений линейного входа. В принципе, он такой, ну, жестковатенький, я бы сказал. Ну, я думаю, что тут, так же, как и на многих моделях Delia Audio, у них, ну, катушку разбить невозможно, просто упрется диффузор в шайбу, и, в принципе, ничего страшного не случится. Увеличенный верхний и нижний магнитопровод для расширения возможности, опять же, подвижной системы. В принципе, видим, действительно, магнитопровод достаточно большой. Единственное, резинку я, наверное, не сниму, она очень жесткая. Но, в принципе, если считать с нижним, ну, наверное, сантиметр-дванар на высоту получается. Вроде он сантиметр-полтора верхний магнитопровод. Катушечку видно хорошо. Очень такая симпотненькая. Ну, и также фирменная корзина, видите, логотип Delia Audio везде. С усиленными ребрами жесткости, развитой системой охлаждения. То есть, эти отверстия у нас с вами для охлаждения. Но ребра жесткости, да, видно, в некоторых местах есть. Потому что, в принципе, тут везде металл загнут. В принципе, корзина достаточно жесткая. В принципе, мне линейка Black Bass понравилась, особенно пятнаха. Очень такой бодренький сап. У меня, в принципе, есть на него обзор, и в блоге я недавно его замерял. Ну, неплохие цифры для порванного универсала. Кстати, некоторые думают, что они будут идти в паре. Так же, как и обычные овалы, но нет. Вот, одна коробочка, один сап. По заявкам. 200 Вт РМС, 2 плюс 2 катушки, 1,75 дюйма размер катушки. Так, чувствительность 83,1. ФС 38, грубо говоря. Куты с 0,62. И ВАЗ 13,8. Ну, сейчас мы пойдем посмотрим саму упаковочку. Поближе рассмотрим сам динамик. Потом замерим параметры ТС. Замерим результат, который может дать. В ящичке постараемся сделать под него такой более-менее нормальный ящик. Опять же, замерим его еще в полке. Есть ли вообще смысл от этого сапа в полке. Но, опять же, повторюсь. Наверное, я, кстати, этого не говорил. Полку нужно подготавливать. Нужно подготавливать сам багажник. То есть, если вы просто пихнете один сап, пусть у вас там в другой стороне пустое отверстие, то есть давление будет гасить все это дело. То есть, нужно максимально заизолировать багажный отдел от салона самого. Тогда будет хоть какой-то результат. Какая у нас симпатичная коробочка. Скидка 7%. Краткие характеристики. Полные характеристики. Диапазон частот у нас за мазу. Социальные сети. Номера. Если вам вдруг стало скучно, можете позвонить в DL. Упаковка здесь достаточно хорошая. Очень сложно повредить саму акустику. Видите, какой толстый слой. Еще магнит очень жестко держится. То есть, даже если бы при транспортировке были какие-то удары, то повредить ее было бы достаточно тяжело. В комплекте у нас идет крошюрка. Скидка 20%. Либо акустика в подарок. Также гарантийный талон. Наклейка. DL Audio. Фарматизатор. И шильдик. Так, ну, схожите с другими сапами. Я там объяснять не буду. Большой подвес и прочее. Не суть. Как бы уплотнительное кольцо. В принципе, он сидит достаточно хорошо. Поэтому, я думаю, можно его использовать. Опять же, если будете его использовать мотором вверх. У некоторых автомобилей, как выяснилось, нет такой большой посадочной глубины. Поэтому просто переворачиваем резиночку. Потом переворачиваем сап, и все. Он у вас плотненько стоит. Либо, опять же, ее убираем. Она тут снимается, в принципе, я думаю, не сложно. Ну, да. Она тут, кстати, нового образца. Там идет небольшое ребро жесткости, чтобы оно у нас с вами не скатывалось никуда. С нимами, короче, можем просто любой уплотнитель проклеить и установить. Колпак у нас с вами плоский, непривычно. Он достаточно, кстати, нежный. Сейчас попробую сейчас диффузор поставить, чтобы вам было видно. Как бы колпак проминается. Ну, я думаю, примерно как у Урала Патриота, который у нас тоже был на обзоре недавно. Потому что такой мягенький. Но, как оказалось, результат с него был. Несмотря на такой нежный колпак. Да, губу, в принципе, можно было сделать, конечно, и поменьше, но повыше. Тем самым добиться еще большей чувствительности. Корзина с ребрами жесткости. Достаточно такая, ну, я бы сказал, закрытая. Потому что, ну, наша тыльная сторона динамика тоже должна излучать что-то. Здесь, получается, она очень сильно закрыта. Я думаю, можно было бы сделать тут отверстие побольше. Ну, под охлаждение катушки, в принципе, я думаю, тут хватит. Прижимные терминалы. Сделано достаточно хорошо. Видите, тут у нас еще ребро жесткости. На некоторых сабах, динамиках у других производителей есть такая проблема. То, что ты одной рукой не можешь установить. У тебя просто загибается площадка. Что достаточно плохо. Так, наверное, катушку, ой, катушку и сами шайбы, наверное, вам не покажу. Она вроде как и проклеена, вроде еще и прошита дополнительно. Я просто попробую. Видно вам, не видно? Так, ну, и катушку, что-то попробуем посмотреть. Вот, катушечка. Ну, соответственно, у нас тут провод не такой большой, как на остальной линейке BlackBass. Все-таки здесь RMS гораздо меньше. Видите? Эти вот размеры прямо максимально. Стараются влезть в штатные места. Но в Mark мы уже попробовали. Он немножко не влазит. Пришлось металл там подгибать. Так. Ну, кольцо, наверное, снять у меня не получится, его не разрезав. Любого надо будет хорошенечко прогреть. Может, кстати, и получится. Так, резинку снял. Достаточно такая, ну, няненькая. На некоторых сабах она очень жесткая. Видите? Два ферриктовых магнита. Достаточно большой магнитопровод. Сделано, в принципе, хорошо. Все ровненько. Хотя немножечко есть. Небольшой сквоз, хотя нет. Сам магнит по себе такой похожий. Чуть-чуть побольше на миллиметр. Вентиляционные отверстия. Достаточно их много на такой саб. Обычно как шесть отверстий и одно посередине. В принципе, интереснее, какая акустика. Поэтому замеряем параметр ТС. Сейчас мы его с вами послушаем. Посмотрим, какой результат с ним можно добиться. Что в полке, что в коробе. Потом подведем итоги. Покажем параметр ТС. И рекомендуем ящик под него. Ну, на камеру видишь, как виду, хорошо. А что ты взяла? Покажем параметр ТС. Опять же начал делать замеры. Пока что еще динамик особо не размят. И пока я замираю ТС, он чуть-чуть подразминается. Плюс сейчас еще погода мешает. Но постепенно-постепенно он у нас выходит к тому, что он очень близок именно к тем параметрам, которые указаны производителем. Так что, в принципе, я думаю, замерять сейчас лаз я не буду. Надо пилить проставку и прочее. Параметры, в принципе, я думаю, если его сейчас немножечко поразминать, он, опять же, у него упадет резонанс до 37. По-моему, у них заявка. У нас пока что 40. Ну, грубо говоря, 40. Так, теперь у нас итоги. Параметры ТС у нас, в принципе, должны совпасть с теми параметрам, что указал производитель. По ящикам, вот, небольшие рекомендации. Конечно, в FE оформлении не совсем подходит данный динамик. Он больше в Z, а поэтому в небольшой стелс, допустим, в крыло, он без проблем встанет. К тому же он достаточно, опять же, овальный. Его поэтому можно запихнуть прям в очень такие трудоступные места, чтобы он особо не выделялся и при этом давал звучание. В полке, которая особо-то у нас никак не завибрена, никак не подготовлена, особо не отделена от салона, 35 Гц он начал прям играть, прям очень так уверенно и сильно. Был неожиданно. Сначала мы пытались его запустить там 40+, но все-таки вот 35 запустили, и он запел. Запускали мы его от моста 6150. В дальнейшем, наверное, будет стоять у нас 4-х канальник, 4200 как бы мостами на самый. Посмотрим, как эта система запоет. В принципе, мощности у нас с запасом. Контроля должно быть много, усилитель D-класса будет. Посмотрим. Потому что мне вот очень интересно. Владелец автомобиля, в котором мы тестировали, понравилось то, что багажник полностью пустой. То есть торчат чуть-чуть моторы, но они, в принципе, на уровне этих пружин. Поэтому подготовить полку мы потом займемся. Она приподнимется чуть-чуть. Соответственно, моторы тоже уйдут вверх. И все, у нас багажник полностью пустой. Усилители уйдут в фальшпол. И все, полностью штатный вид, но при этом неплохое звучание. Кстати, посмотрим заодно. Система по фронту у человека довольно-таки такая не детская. Стоит две пары Raven 250-х. И на них стоит герц, четырехканальник. У нас он был на обзоре. Я уже не помню, сколько у него там по заявкам. Ну, CX достаточно такой, несмотря на его размеры, дает неплохую мощность. И при этом получается и громкость. Но вот у человека нету диапазона частот сейчас. Именно вот с самых низов баса. И где-то до 50-60. Потому что с 60 у него начинают играть Raven. И вот нужно этот диапазон максимально заполнить. Динамик, несмотря на то, что у него корзина достаточно такая закрытая, он играет неплохо. Что меня удивило. Я думаю, будет из-за этого проблема. У меня пропала половина прически. Где она? Вот она. Также в эфриере я его пытал. Ну, разминался, естественно, чтобы посмотреть, приблизится ли он к тем параметрам. Потому что параметры бывают... Ну, они могут идти и вверх, и вниз. В общем, здесь он начал именно приближаться к параметрам, указанным производителем. Это у нас уже вторая новинка, которая, в принципе, при разминке начинает приближаться к тому, что указал производитель. Значит, уже начинают более-менее правильно замерять параметры именно на размятую акустику. Потому что у нас были... Я уже не помню. Пару позиций точно у нас было. То, что параметры указаны на неразмятую акустику, а после разминки... Сочно. А, тот же грифон ProMidBuzz 200-й, он после разминки имеет резонанс 38 Гц. 38 Гц. Грубо говоря, неплохой такой саби получается. Также не забываем то, что у деле 2 года гарантия. Есть подменный фон, причем подменный фон на все. Провода, там, всякие мелочевки, то есть соединительные устройства, предохранители, усилители, сабвуферы, все что угодно. Также у нас новиночки приближаются. Будет очень много полезной информации. Также будет и, я думаю, развлекательный контент. Сейчас шорты снимаю, потому что сегодня мне должны отправить 3 штуки Phoenix Sport 300. Будет стоять 4 штуки в дверях. Пока что временно от Venom 4200, потом будет Venom 4300 стоять. То есть все поканально, чтобы у Синтель особо не нагружался, но при этом достаточно давал мощность, чтобы динамики раскрыли себя. Хотя бы частично. Сейчас стоят ГДШ, они и так, в принципе, играют неплохо. Правда, на настройку я потратил 3 часа. Но Phoenix играет лучше даже без настройок. Именно по низам. Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов. Не забываем, что у нас все видео разбиты по плейлистам, чтобы вам было удобно ориентироваться по каналу. Не забываем, в описании есть ссылочка на донат через ВК анонимный. И также номер карты, чтобы поддержать канал. Монетизации нет уже больше года. А кушать что-то нужно. Спонсоры, коллеги, как их еще назвать, тоже в описании. Ссылочка на мою группу ВКонтакте, на меня, добавляйте в друзья. Также есть ссылочка на Телеграм-канал. А с вами был 108. Всем удачи. Пока. Пока. Пока.